добро пожаловать на мой канал с вами алла белочка сегодня на моем канале будет последнее видео о моих покупках именно в этом году да скорее всего уже в этом году ничего больше не буду покупать из вышивального нужно вышивать то что есть стоя в следующем нужно поумерить как-то свой аппетит и может быть сесть на вышивальную диету посмотрим данные покупки были специально совершены в честь замечательного праздника как день вышивальщиц вообще в любые праздники я люблю себя немножко порадовать и купить что-то из вышивки наборчиков совсем немножко но они все-таки есть также это была покупка запланирована ради того чтобы купить набор в подарок и конечно я сегодня вам не покажу а покажу то что я купила для себя также были покупки для розыгрыша итоги розыгрыша состоятся 24 ноября в эту субботу не пропустите если вы впервые слышите присоединяйтесь я оставлю ссылку на данный розыгрыш проходите смотрите там я поздравляю всех вышивальщиц с нашим классным замечательным праздником профессиональный день всех вышивальщиц это здорово здорово когда существует такой праздник хотя бы раз в году такой день так девочки новинки от чудесной иглы вот такие замечательные фонарики и конечно новогодние игрушки от фирмы созвездия вышивка в смешанной технике на деревяшках это две совушки вот два года разыгрывается так что поторопитесь в эту субботу вечером и будем с вами подводить итоги присоединяйтесь сначала хочу вам показать быстро два журнальчика вышивая крестиком свое время девочки я скупала много разных журналов именно вышивая крестиком но как только бурда приложила свою руку к издательству на время у меня как-то пропало желание их покупать один второй выпуск я посмотрела и мне не очень понравилось сразу скажу но ностальгия есть ностальгия в очередной раз я зашла магазинчик там где продаются разные журналы старые журналы и выбрала два выпуска так август 2018 теплые краски осенью мне здесь не все понравилось конечно но заинтересовало кое-что виде вот таких веночков сезонные веночки вышивка на деревянных заготовках так хочу показать сейчас открою эти заготовки продаются отдельные вишни если я ничего не путаю их можно отдельно купить а схемки имеются в этом журнальчике вот так выглядит хоровод круглый год вот такие красивые яркие классные венки которая нужно вышивать на деревянных заготовках это у нас весна лето осень и зима пуантесси цветочки такие и соответственно сразу схемки прилагаются с ключом я любила покупать эти на журнальчики девочки и читать знаете что в первую очередь письма письма рукодельниц да замечательные истории девчонки публиковали в этом журнале также показывали готовые работы много всяких интересных вышивок это у нас осенний выпуск и все мне конечно здесь нравится но вот купила из-за этих малявочек за красивых веночков посмотрим может как-нибудь прикуплю такие заготовки и попробую отшить но в принципе вот перед вами я листаю журнальчик быстро все остальное вроде не моя тема но полистать всегда охота почитать интересные истории статьи да и поностальгировать по прошлым выпускам также еще купила один журнал это у нас декабрь 2017 старенький такой журнальчик здесь у нас тоже есть выше на деревянных заготовках вот такой снеговик елочка и колокольчик вот тоже чем-то они мне понравились не знаю буду вышивать этом году или нет но решила какое-то предновогоднее настроение появляется вот семейные обереги пожалуйста да в окружении красивых картин рукодельница и статья письма которая присылает разная вышивальщица очень светло всегда читать вот рябинка здесь всякие дизайны ангелочек есть новогодняя тематика конечно это старенький журнальчик не буду его полностью на листать многие уже видели так в следующем номере вот пожалуйста рекламка что будет такой интересный домик разрезе похож дизайн на body tracks если не ошибаюсь да так и вот они схемки вот так выглядит снеговичок в принципе можно и на пластике отшить игрушки такие да вот они мастерская игрушек не знаю дойдут в этом году у меня руки до этих игрушек или нет в принципе у меня есть огромные планы на другие новогодние игрушки но а эти журнальчики я купила для вдохновения просто вот полистать и почитать может что-нибудь выберу и когда-нибудь отошью и и теперь хочу вам показать свои новые наборчики которые совсем недавно приобрела первый из них это новинка от новослободы набор для вышивания бисером иконы двухсторонние иконы в автомобиль и не только в принципе можно ошить такую красивую иконку и носить с собой даже то а также по желанию повесить в автомобиль скорее всего я буду вышивать для своего мужа эту икону именно в дорогу вот так размер здесь небольшой 7 на 7 сантиметров в бисер и бусины входят в этот наборчик так здесь у нас погородица иерусалимская и ангел-хранитель вот такая красота замечательные новинки артикул bx 1018 а с обратной стороны здесь целая серия таких маленьких иконок вот 7 иконок двухсторонних вот разное изображение есть на любой вкус и цвет с разными цветами дальше хочу вам показать очередную новинку отриолис это у нас вот такие замечательные птички мандаринки размером 8 на 10 сантиметров утки мандаринки девчонки раньше я видела вот синичку и снегири но думала купить или нет а как только увидела этих уточек красивых решила что нужно взять и как-нибудь отшить вышивка шерстяными ниточками вот такая комплектация наполнитель канва все входит в этот наборчик замечательные красивые яркие уточки утки мандаринки артикул 1769 вот такая новиночка еще один набор для вышивки крестом от фирмы реолис и это у нас новинка прошлого года вот такие милейшие существа котята котята в корзине размер готовой работы получится 30 на 24 сантиметра артикул 1724 в прошлом году я все смотрела и смотрела на эти котиков и как-то забыла прикупить до вышла с магазина без этих котов ну а в этот раз была в очередной раз на оптовой базе и решила их взять очень красивое милое существо такой рукодельный уютный красивый замечательный дизайн два пушистых маленьких комочка лежат и спят на пряже вот в такой красивой плетеной корзине замечательный милейший сюжет иногда чего-то такого хочется вообще кошачья тема это моя тема мне очень нравится кошки и коты и я вышиваю оформляю свои потихоньку картины вешаю на одной стенке когда-нибудь когда на вышиваюсь разных котиков как-нибудь покажу вам свою целую стенку с этими котами да интересные такие пушистики красивая милая сплошного миления до вызывает данный сюжет очень понравились так вышивка у нас здесь шерстяными ниточками кстати давненько я уже не вышивала шерстью так что уже в следующем году скорее всего в начале года буду браться за данный дизайн замечательные как шаги мимо которых я не смогла пройти ранее в одном из своих видео я вам показывала посылку с мир вышивки и там был очередной новый наборчик новинка чудесной иглы свет вдохновения вот такой замечательный красивый фонарик с маленькой птичкой бабочка и розочками размер готовой работы 17 на 23 сантиметра мне в принципе очень понравилась вся эта серия с фонариками поэтому я решила их купить и сейчас хочу вам подробно все рассказать и показать вот они новинки чудесные иглы и замечательные фонарики так первого нас свет вдохновения был дальше свет очарования также тот же размер 17 на 23 сантиметра вот такой красивый фонарик с двумя белыми бабочками и разными розочками цветная схема входит в каждый наборчик крупные значки все принципе ясно и понятно следующий фонарик от чудесной иглы это у нас свет надежды очень красивый дизайн такой ярким так скорее всего здесь у нас пионы и сирень классный фонарик и две желтых бабочки вот такая оранжевая и желтая бабочка да так здесь больше всего кстати цветов мулине гамма 37 остальных поменьше 32 31 а здесь 37 вот и очень красивый цвет канвы 14 аида и еще один фонарик всего их четыре это свет любим красивые голубые бабочки мой любимый цвет и сирень обожаю эти цветы и их аромат вот такие замечательные новинки целая серия с фонариками надеюсь поместится сейчас все в кадре хочу вам сразу их показать не хочу уже сейчас снимать видеокамеру со штатива поэтому как-то нужно все это вместить вот так они выглядят новинки и четыре фонарика замечательные на мой взгляд фонарики можно отшить как-то красиво оформить и повесить например прихожие очень вот такие фонарики у меня появились буду их конечно уже вышивать скорее всего в следующем году так как до конца года в этом году у меня очень много планов хотя бы запланированное все успеть отшить конечно все я не отошью но по максимуму нужно постараться а эти новинки буду вышивать 2019 году с удовольствием ну замечательная идея правда многие фонарики девочкам тоже понравились мне писали вот так что не забывайте про розыгрыш ссылку я оставляю в инфобокте проходите и участвуйте в данном розыгрыше вот такие новиночки и еще я себе купила два набора для творчества алмазную мозаику я часто слышу как на ютубе многие рукодельницы высказываются и говорят что это алмазная вышивка но у меня честно говоря даже язык не поворачивается называть данное творчество именно вышивкой это лично для меня мозаика нужно здесь разными стразиками выкладывать красивые картины новый для меня производитель хобби энд юм давненько хотела опять купить мозаику и повыкладывать эти стразики у меня есть небольшой опыт покупала набор от другой фирмы я уже не помню как точно называется по-моему алмазная живопись так вроде так замечательно красивый результат получился тоже котик такой мистический котик интересный и когда вот падают лучи света либо вот свет попадает на эту картину она так блестит и переливается просто вот сверкает я сама по себе обожаю вышивку бисером и мне нравится как смотрится любые отшитая бисерная работа вышивки да алмазка она еще ярче и интереснее смотрится поэтому как только увидела наборы с алмазной мозаикой я решила купить два наборчика и так милый котенок так называется данный дизайн вот такая классно милая киса с белыми большими усами на сиреневом фоне размерчик здесь небольшой 21 с половиной на 21 с половиной сантиметров я думаю мало время уйдет на данную работу поэтому какой-нибудь из дней открою наборчик очень интересно открыть посмотреть что внутри и выложить такого котика так сбоку у нас девочки есть также разные дизайны вот мальчик с девочкой до свидания пара попугаев дальше бабочка на лугу щенок такой и чудесный букет с ромашками с обратной стороны подробное описание инструкция как нужно пользоваться вот выкладывать вот в принципе это все вся информация для новичков я надеюсь с этим всем справлюсь замечательная киса кстати сейчас я вспомнила скорее всего многие рукодельницы называют с мозаику именно вышивкой так как на китайских сайтах так именно и пишут указывают что это алмазная вышивка я смотрела на сайте джунель экспресс и хотела выбрать какую-нибудь алмазку и заняться этим творчеством но как только открывала комментарии смотрела что получается честно у меня мало какие работы впечатляли картинки у них яркие красивые да вот представление что должно получиться а когда смотришь фотографии с готовыми работами девочка внизу до под каждой фоткой разочаровываешься немножко поэтому спустя какое-то время начинаешь перебирать ну а если впервые покупаешь мозаику наверно все понравится когда уже много чего вышиваешь рукодельничаешь знаешь определенный есть опыт появляется поэтому стоит только осталось только выбирать вот вот такой еще у меня хомячок тоже появился алмазная мозаика тот же размер 21 с половиной на 21 с половиной сантиметров выкладывать нужно также квадратными стразиками интересный забавный хомячок с осенним листочком вот такой милаха прикольно сразу мне напомнил рукодельного хомячка многие рукодельницы вышивальщицы очень похожи на этого хомяка хомяки у нас очень известные собиратели как и мы вместе с вами да закупаем покупаем все несем свою хомячую норку пихаем за одну за вторую щечку все нам мало мало и мало так что как только увидела этого хомячка кстати этот набора на полке остался один остальных очень было много я решила он меня ждет это мой хомяк нужно брать так сбоку у нас тоже есть разные другие дизайны это у нас такая собачка щенок дальше кофе котенок еще один котенок и также опять котята нежность больше всего мне эти понравились такая киса и хома хомячок так что буду открывать и заниматься творчеством ну что ж на этом все это были все мои небольшие покупки спасибо вам за ваше внимание с вами была Алла белочка желаю всем отличного осеннего настроения и успехов в творчестве до новых встреч всем пока пока пока